Добрый вечер! Вот сейчас, наверное, слышно. Я Фред. Начинаем наш вебинар, как обычно, во вторник. У нас сегодня макро, глобальный взгляд. Мы ищем какие-то тренды, какие-то возможности на рынке. И, как обычно, у меня будет инфографика, какая-то собранная за неделю. Рассмотрим, какой календарь у нас на этой неделе. Ну и, в общем-то, все соберем вместе и посмотрим, что с этим делать. Я сразу включу графики. И буквально загрузится минуту-две, даже меньше. Вроде всех дождались, все в чате. Сейчас включу Мико-трейдер. У меня он открыт, осталось его транслировать. Да, вот, установить плагин. Отлично. И начинаем, запускаем. Что можно сказать? В общем-то, для трейдеров на валютном рынке есть несколько важных событий на этой неделе. По фунту, например, у нас ВВП выходит. Минутки у нас будут. Завтра уже мы организуем прямой эфир, связанный с минутками, момент выхода этих данных. Ну, возможно, они не сильно окажут влияние на рынок. А кто знает, может и выясниться, что ФРС, допустим, еще не готов к повышению. Или, наоборот, уже настроился на очень агрессивное повышение. Ну, то есть, в этих минутках обычно публикуется то, что было на прошлом заседании. Когда это было? Ровно три недели назад. Ровно, вот, в среду будет три недели. Ну, и мы узнаем о настроениях, которые царили в комитете ровно три недели назад. Что-то у меня проблемы с загрузкой. И вот так вот каждый раз, то с первого раза удается, то не очень. Подкроем программу. Запуск. Проверка дома. Завершение. И окей. Он нам дал что-то. Открыть. Открыть. И разрешить. Все. Пошел запуск. Вы, наверное, уже видите. Мне показывает, что должны видеть вот метатрейдер. График это у нас евро. Вот с него, пожалуй, и начнем. Такое против правил, назовем это правилами технического анализа, произошло движение. Пробившись ниже головы и ключей, мы снова туда вошли, пробили нисходящий треугольник. Обратно вернулись к уровню шеи. Ну, тут принципов работы нет. Каждый по-своему трактует, я вообще не трактую, потому что непонятно все еще следовать предыдущим разворотным фигурам, а голова и плечи разворотная фигура, или уже мы ее нарушили и пойдем вверх. Ну, фундаментально вверх я точно не хотел бы сейчас стоять. Можно, конечно, откупить от какого-то уровня, где-то там 100 пунктов сыграть вверх, но вот фундаментально я чувствовал бы себя комфортно, точнее дискомфортно, если бы стоял в покупке евро против доллара. Потому что, вот как минимум, я этот график показываю в ставках, разница в ожиданиях. Вот он график. Еще раз покажу, почему фундаментально я не хотел бы стоять в лонге по евро и в шортах по доллару. Разворот в ставках в пользу доллара, очевидный разворот в пользу доллара, а евро так и не развернулся. Ну, то есть ожидание рынка по поводу десятилетних ставок, точнее вот их разница, да, минус 1,4 против евро в пользу доллара и в сторону американских ставок, а евро стоит так дорого. И вы видите, что всегда была корреляция, абсолютно всегда, она нарушена была, ну вот буквально весной в мае, в мае текущего года разошелся евро, ушел очень сильно вверх. Ну, хоть и ставки в эту сторону тоже смотрели медленно, менялось ожидание рынка, ощущение рынка, но потом-то ставки развернулись, и теперь очевидно совсем другие тенденции, другие ожидания. А евро не спешит разворачиваться. И даже вот пробил обратно голову и плечи, вот сейчас мы где-то там 0,5, минус 0,5 вот здесь находимся, так что это непонятно. А если непонятно, то нужно воздержаться от любых сделок, ничего не предпринимать. Торговать нужно и можно тогда, когда хоть как-то что-то понятно. Все остальные случаи, в случае чего, просто оставайтесь квадратными. Квадратными, на сленге трейдерском, это быть вне позиции, быть квадратным. Не buy, не sell, ничего, в кэше, так называемый. У нас S&P, следующий график. Ну, то есть вернусь к евро, никаких сделок я бы не делал, повторюсь. У нас вебинар называется 4 сигнала, 4 идеи, по евро точно никакой идеи, нет уже недели, две и даже три. S&P показал новый максимум локальный и вообще исторический, и локальный, и исторический. Ушел на 2599.89, ну это вот наш кэшевый индекс здесь, на этот трейдере. По поводу индекса сейчас я скажу с других источников. Вот есть такой источник TradingView, я его показывал. Подписывайтесь, кто не подписан на мой аккаунт. Вот он мой аккаунт, я уже 4 идеи опубликовал буквально за неделю, буду дальше публиковать, мне понравилось. Сейчас я вам покажу в чате, вот он мой аккаунт, и всем рекомендую смотреть здесь. Если чего-то нет, допустим, в Метатрейдере, в TradingView точно есть абсолютно все. Тут язык можно поменять на русский, вот если видите, а нет, не видите, язык можно поменять на русский, и рынки взять абсолютно любые. Вы просто в тикере пишите то, что вы ожидаете. Ну, например, мне нужен S&P, да, я пишу SP, точнее вот на английском SP. SP, и он мне показывает все, где есть буквы SP, да. Ну, например, я пишу Standard & Curse, Standard & Curse, это индикатор, стандарт, да, пишется. Переключаю на фьючерс, и он мне говорит, да, есть такой, стандарт чартера, стандарт РТС, нет, он не находит именно так. Лучше я сделаю SPY и переключу на фьючерс, тоже не находит. Вот, просто написал S&P, видите, даже не с первого раза далось. Он говорит, да, есть такой S&P 500 фьючерс, вот ближайший, самый ближайший, есть следующий, 18-го года, там, март, допустим, декабрь 20-го года. Ну, несколько показывает сразу фьючерс, ну, это же фьючерс, они со сроком торгуются. Я говорю, вот, дай мне ближайший, S&P 1, вот, он мне дал S&P 1, ближайший фьючерс S&P, вот такой открылся график, интерактивный я включаю, и сейчас получу такой черный экран и весьма такой интересный. Вот, вот даже осталась линия, которую я прочертил, я хотел опубликовать анализ, опубликовать скриншот, но как-то передумал, потому что, ну, наверное, не стал бы я здесь шортить, хотел вот опубликовать, что мы находимся в канале, небольшие, наверное, вы видите, небольшие изменения были канала, выходили мы за пределы вниз, за пределы вверх, то есть тренд то усиливался, то ослаблялся, но в итоге все-таки остались в нем большую часть тренда, мы находимся в канале, и вот сейчас приближаемся к верхней границе снова. Ну, не повод шортить, можно, конечно, на свой страх и риск, но пока не повод шортить. Вот у меня лента идей, тут вот, на кого я подписан, Макс опубликовал идею по доллар-иене, то есть, если у вас есть любимые авторы, они высвечиваются в вашей ленте, вы можете подписываться на них, или вбиваете индикатор, он показывает всех, кто по этому индикатору что-либо публиковал, ну, в общем, очень интересная вещь. Собственно, вернемся в метатрейдер. Да, как мы уже заметили, хоть мы и находимся в канале, в верхней его части, ну, так можно бесконечно шортить и ловить ножи, рынок растет, вы в шорт встаете, рынок еще выше, вы снова в шортах, ну, и то есть потеряете очень много, и пока не поймаете тот единственный разворот, который вы пытались ловить, потому что шортить сейчас – это торговля против тренда. То есть, вы один разворот пытаетесь поймать, а рынок каждый раз продолжает расти в тренде, и вы фиксируете убытки, фиксируете стоп-лоссы. Поэтому здесь тоже только для самых-самых агрессивных медведей хорошая возможность дорого зашортить. Но я потом в инфографике покажу несколько моментов, которые могут кого-то подтолкнуть на шорты. Ну, как бы, это позже мы рассмотрим, просто запомнить, что у нас по S&P будет инфографика. Так, это Cross, это у нас CX40, Daimler, это все надо закрыть на самом деле. Ну, и Apple, как самая крупная компания из S&P и из Dow Jones тоже выросла, показала сегодня такой серьезный рост, хотя было и выше, когда появился 10-й, чуть позже iPhone было и выше. Тоже никаких идей. Вот по Microsoft, если помните, я ждал коррекции чуть глубже, чем она была. Не дошло вот в том же Thinkorswim, в том же TradingView было опубликовано у меня. Немножечко не дошло. Вот буквально покажу идеи, где-то лежит. Где-то лежит. Вот он, Microsoft. Совсем чуть-чуть не дошло. Вот я ждал вот здесь. Здесь можно Play нажать и посмотреть, что произошло после моего анализа, после моего рисунка. Куда он пошел? Я нажимаю Play и он показывает, что он еще ниже пошел, чуть-чуть, буквально на несколько, на доллар-полтора-два. И потом вот сегодня идет вверх. То есть не дошло до этой зоны. Ну посмотрим, еще не вечер, мы можем еще поколебаться и упасть. А нет, так нет. Это все равно был отложенный ордер. Ничего страшного. Окей. То есть и тут идеи вроде есть. Так дорого я не хочу покупать. Хорошая бумага купил бы ниже, но вот не дают ниже. Слишком бычий рынок, чтобы так легко покупать. Ну и Boeing, сижу в шортах, вот стоит вроде на месте, диапазон 257-266. Ни туда, ни сюда. Посмотрим, чем это закончится. Двойная или даже тройная вершина ли будет. Поймаем все-таки разворот всего рынка, если он быстро начнется. Или уйдем еще выше. Я сократил уже позицию, там 500 акций было, сделал 400, сейчас 300. Ну вот посмотрим, чем закончится. По крайней мере, можно вот здесь поставить вот такой вот топ тройной. И посмотрим, если пробьем, значит еще одна волна роста. Если попытаемся сделать вниз, то можно поставить стоп-лосс и добавиться, и прокатиться куда-то, там район 245, может быть даже чуть ниже. Если начнется глобальная коррекция. Опять же, узнаем мы это в ближайшее время. Что еще у нас есть интересное? Тут так, снэпчат на дне где-то колеблется, делать нечего. И здесь делать нечего. Вот газ. По газу тоже публиковал. Давайте я все-таки вернусь, потому что, если уж я делал какой-то в течение недели анализ, то сразу можно готовую картинку брать и долго не рисовать, не расписывать. Сейчас я включу. Вот. Как это расшифровывается? Вот у нас был уровень между красной и зеленой. Это точка входа неплохая, на мой взгляд. Ну, на тот момент это когда было? Это было 20 ноября. То есть, вчера, ну вот, уже почти двое суток, с утра я это опубликовал, завтра утром будет двое суток. Здесь бы взяли, ждем, если зима будет холодной и газ, все-таки вот эти гэпы, несколько гэпов было вверх. Меня вот это немножечко радует, что были ценовые движения вверх, рынок настроен расти, сделал небольшую коррекцию. И вот посмотрим, что произошло после этого. Вот, действительно, дошли, уже взяли, вот мы падали ниже этой линии, мы красной линией касались, то есть границы этой линии касались. Ну и все, все, сигнал будем считать сработал, посмотрим, уйдем сюда или сюда. По крайней мере, если мы будем расти, у меня 15.59, да, рост. То есть, 50 центов. По 3 примерно взял, ну, 47 центов. А 3.50 выйду. А если будем падать вниз, то, ну, сейчас посмотрим, стоп 30 центов. Ну, соотношение, конечно, не самое идеальное. Ну, что делать, не ставить же внутри треугольника стоп-лосс, там где угодно мы можем остановиться. Поэтому я решил поставить вот ниже даже, чем вот эта свеча, которая была самая низкая цена за последние несколько месяцев. Так что глобально я вот там выйду, хотя зимой уйти так сильно вниз, ну, посмотрим. От зимы, конечно, зависит. Я смотрел прогнозы по американскому континенту, ну, потому что это газ, котирующийся именно в Америке, на Наймаксе. Пока ничего определенного. Вроде как-то и ждут холодной, снежной зимы, особенно января. Ну, как-то особо никто не рискует назвать будущую зиму прямо холодной-холодной. Никто такие прогнозы особо не давал. Хорошо, идем дальше. То есть здесь уже можно считать, что есть сигнал. Вот в TradingView я его опубликовал, коснулась цены, которая мною ожидаема. Ну, посмотрим, что будет дальше. Стопы проставлены, ну, образно, конечно, напрямую я эту сделку не делал, но все-таки, знаете, я немножко другими инструментами торгую. И, наконец, что у нас дальше? Это был газ. Вот один сигнал дан по сырью. По нефти, наверное, нет. Я бы не стал сейчас. Где у нас нефть? Ну, ладно, дойдем еще до нефти. И вот USDGPY, мне кажется, интересный момент, если все-таки доллар будет укрепляться, как он укреплялся против евро, как он фундаментально укрепляется, на мой взгляд, против всех валют. Ну, разве что насчет фунта я не уверен, там тоже ставки поднимают, а это основной драйвер. А вот здесь тоже мы нарисовали хороший вот такой нисходящий треугольник, коснулись его, как и на газе, и посмотрим, оттолкнемся ли мы отсюда. По крайней мере, стоп-воз будет здесь очень близким, очень хорошим, точка входа будет очень интересной. Ну, где-то в районе 112 и стоп в районе 111.48-111.40. Неплохо, 60 пунктов, не так много. И подобрать мы могли бы, да, было уже 112. Ну, сейчас 112.40, чуть больше, чем было на касании. Ну, вот посмотрим, чем это закончится. Я намеренно сжал график, чтобы шумы не сильно видеть, вот эти колебания, смотреть глубже и брать движение побольше. Ну, например, там 500 пунктов, вот если будет такое движение, посмотрю, видите ли вы. Да, если будет вот такое движение, то это будет 500 пунктов. Ну, вот посмотрим, пускай протопчутся, лучше чуть дороже купить, но увереннее, чем ловить, опять же, ножи. Вот еще один сигнал есть по валютам, это укрепление доллара. Ну, по другим парам, конечно, не подтверждается особо, а вот здесь бы я зашел. И еще один, нет, все правильно. И идем дальше. DAX у нас, ну, как бы ничего интересного. Фунт, ну, фунт, как мы и говорили, кто-то спрашивал в прошлые разы, в позапрошлый раз, по-моему, по фунту, я говорил, что фундаментальный, экономический, он должен расти, а вот политические факторы на него давят, не дают ему нормально окрылиться и нормально уйти, там, хотя бы, в район 1.35, хотя бы, потому что мы сейчас посмотрим экономические данные, у нас по фунту выйдут цифры, по-моему, в четверг, а вот сейчас откроем календарь, на днях, вот на этой неделе точно, календарь, выбираем дату, 21-е по пятницу, 24-е, выбираем время, чтобы было, ну, допустим, пускай будет в этот раз Рига, по Риге, тут из Латвии тоже есть слушатели, пускай будет самые важные, и вот United Kingdom включен. И смотрим, что у нас. Это будет, да, в четверг ВВП выйдет по Британии, и мы узнаем, как развивалась экономика, полтора процента, если вы откроете, заметьте, что в последнее время особо-то не очень, до полтора процента упало, в два раза, да, было три, в 2014 году, в 2015 было тоже немало, два и пять, и вот, видимо, после Брекзита, даже, может, процессы раньше начались, скатились в район полутора. Тут, конечно, важно больше за инфляцией следить, хотя в ВВП инфляции идут бок о бок, но вот посмотрим, чем это закончилось. И в квартальном измерении ожидается 0,3, ну, как и было, 0,3 против 1,5 в годовом отчислении, и мы посмотрим, что будет на самом деле. Окей. Ну, фунт вырос, в общем-то, с нашего позапрошлого и прошлого вебинара, фунт прибавил, пускай, немного. Мы не то, чтобы утверждали, что он обязательно вырастет, обязательно вообще ничего нет, но вот 177 пунктов даже от нас, да, 200 пунктов показал, ну, неплохо, сток-лосс был хороший, и вот до него не дошло, вот эта линия 1,3050, даже нет, меньше 1,3040, хороший уровень для сток-лосса. Так, а что у нас еще, так, эти крипто опускаем. Да, австралийцы тоже, кстати, по валютам, видите, большинство из них коснулись очень серьезных рубежей, очень серьезных уровней. Вот, например, Уикли еще и сжатый по австралийцу с 2008 года график, да, ну, можно расширить, так глубоко я бы не советовался смотреть. Вот такая вот, растущий такой тренд, даже может быть канал, ну, не совсем может канал, хотя вот, если не считать вот этого грязного роста, канал, даже вот так, вот если соединить вот это, все-таки будет канал. Коснулись, от 1 нас отделяет какие-то 60 пунктов, 50-60 пунктов, сейчас я убежусь, что включено, да, 50-60 пунктов, это не очень много, вот, можно прямо сейчас брать и ставить стоп-лосс. По крайней мере, будем рады, что в хороший момент вошли. Не ножи ловили, хотя ножи тоже ловили, помните, вы давно как-то говорили, тоже был сигнал вот здесь, но потом все испортилось, доллар начал очень сильно расти. Что у нас там было, не помню, по-моему, вот такой был треугольник, вот такой был треугольник, который, да, вот, который, или даже на Уикли что-то было. Нет, все верно, вот такой был треугольник, разворот которого мы ловили, но мы упали под него и встретили еще одну поддержку, уже более серьезную, на 1, точнее на 0.75, там, с копейками, на 0.75, но какое было, дно было 0.75, 31, 32. Вот, встретили поддержку и пока растем. Вот, можно чуть ниже бросить стоп-лосс, если очень сильно будет доллар укрепляться, пробьем, наверное, такой флажок, да, это все-таки разворотная фигура, по идее, вот, если австралиец падал и нарисовал флажок в обратную сторону, то пробитие этого уровня будет означать продолжение фигуры, то есть продолжение флага, это временная коррекция. Глобально нам, кстати, если это флаг, если мы пробьем этот флаг, он нам намекает, что даже покупать не стоит, это такая краткосрочная спекулятивная позиция с хорошим стопом. Я бы даже сюда стоп-переворот поставил, то есть пока вроде растем, 100-200 пунктов возьмем, ну там трейлинг поставим, а на 0,75 я бы перевернулся и уже ловил бы глобальное движение куда-нибудь там в район 65, там 1000 пунктов, неплохо, если все-таки глобальное укрепление доллара возобновится. Вот еще один такой сигнал, даже два сигнала. Ну, ибекс в коррекции, и вроде все европейские индексы смогли, пускай и не рекорды побить, но пойти вверх, а ибекс пока не спешит. Тесла поставим дейли. Кстати, по Тесле тоже была фигура, сейчас я покажу. По Тесле тоже я рисовал что-то уже несколько дней тому назад, 17 ноября. Посмотрим, как Play сейчас я нажму и посмотрим, что произошло. Правда, я отодвинул вот сюда, показалось бы, несколько дней у нас еще есть на запас, но можно было бы приблизить, это просто так получилось, что сигнал далеко от той цены. Вот, нажимаем Play и смотрим. Вроде да, коснулся, видите, вчера было ниже. Мы коснулись, просто у меня вот эта вот фигура нарисована дальше. Вроде бы, как бы, получается, я бы ждал несколько дней, но вот ценовой уровень, мы уже увидели его, где-то в районе 305-306 было вот здесь. Вот показывает, кстати, сейчас посмотрим, сколько это было. Риск-прибыль-соотношение, 308, да, по-моему, показывает, да, 307 показывает было в тот момент. И мы коснулись этой цены, даже 304 было. Вот сейчас 316, 2,6% растет. Ну, вот посмотрим. Я все-таки оптимист. Мне непонятны очень сильные пессимистические ожидания, очень такой, как даже сказать, теории каких-то заговоров, что Илон Маск там разводит, всякие свои, тестирует идеи, что все это за счет инвесторов. Ну, во-первых, не за счет инвесторов или не только инвесторов, у него там и свои деньги. Во-вторых, разве идеи Илона Маска до сих пор были какими-то утопичными, разве были какие-то проблемы. Все, что он создавал, все еще работает. Если кто-то хочет на эту тему поспорить, то, пожалуйста. Вот меня скорее волнует то, что они недавно выпустили, как это называют, Powerbank для зарядки мобильных телефонов. Сувенир такой. Ну, видимо, они решили тоже хайп поймать. Если Tesla как бренд, как логотип, как мечта для многих интересна, то можно выпустить сувениры и заработать неплохую маржу. Тем более, улетели с сайта просто за считанные дни заказы. Единственное, что меня смущает, вот этот Powerbank для зарядки мобильных телефонов не очень емкий. Там аккумулятор, то есть там емкость, по-моему, 3300, что ли. Это немного. Ну, то есть, может быть, один или полтора раза зарядить телефон и все. Есть уже какие-то китайские аналоги. 10000, 20000 мА, а тут 3300. Ну, получается, это просто сувенир. Могли бы все-таки компания, которая занимается батареями, компания, которая выпускает большие аккумуляторы в промышленных размерах, могли бы побольше сделать емкость. Все-таки вы не какая-нибудь китайская Huawei, а компания, занимающаяся именно энергетикой, так назовем, средствами накопления электричества, энергии, электроэнергии. Ну, вот так, сувенир есть сувенир. Окей. Стоит, кстати, 45 долларов, ну, где-то в районе 35 евро. Ну, неплохо. Можно приобрести неплохой сувенирчик. По-моему, на их официальном сайте он есть. Вот если бы еще была бы мощность побольше, я бы с удовольствием взял. А так, получается, берешь с собой дорогу, один раз заряжаешь телефон, и все, и потом его снова нужно самого подзаряжать. Окей. Идем дальше. Это была Тесла. Ну, тоже уже был сигнал. Если кто следит за моим TradingView, да, я не гарантирую, что там все будет хорошо. Пока неплохо. Пока неплохо. Microsoft только не дошел. Из четырех идей Тесла коснулась. Ну, уже есть плюс. Правда, это не тот плюс, который бы я ждал, да. Все-таки я повыше жду. По газу тоже коснулись, работало. Что там еще было? Тесла, газ. Microsoft еще не дошло. И что-то еще было. DAX. Да, был DAX. Тоже, кстати, неплохо. Хоть и стоп-лосс работал, но прям пункт-пункт коснулся. Так обидно. Буду больше ставить. Да я просто, извиняюсь, балды поставил стоп-лосс, что ну типа окей, здесь закроемся. Вот посмотрите, я его включу снова на экран. Сейчас посмотрим, что вы видите. Да, вы видите. Вот. Купил я, конечно, поздно. Даже в комменте написал, что нужно было чуть меньше, чуть раньше брать. Нажимаем play. Что происходило? После этого DAX падал. Вот край нашего стоп-лосса 207, да, пунктов коснулся. И оттуда развернулся, ушел. То есть в плюсе эта сделка, если бы не вот эта свеча. Ну опять же, в нормальной жизни я не ставлю такие стопы. Я скорее через опционы хеджируюсь. Ну вот тут решил сильно не увеличивать риск. Первый пост, спешки. Ну окей, я согласен. Стоп есть стоп. Тут уже не отмажешься. Коснулся, коснулся, все. А так я доволен. Вроде пока неплохо удается какие-то кидать идеи. Но это просто идеи. Ничего серьезного. Я не несу ответственность, никто не несет ответственность. Просто идеи. Тут этот сайт, эта соцсеть для этого и нужна. Люди делятся идеями, друг другу посылают, лайкают. Такой трейдерский инстаграм, так скажем. Просто вместо фотографии ужина ставят фотографии вот этих самых своих там, сделок и идей. Даже не сделок, а видите, здесь написано торговые идеи. Окей. Что у нас еще есть? Так, больше особо, по-моему, ничего интересного. Нефть тоже ничего, динамики такой особо не показывает. Ну вот, колеблется, скажем, на месте. О, в Луганск въехала колонна Уралов с военными из ДНР. О, там обострение прям серьезное. Так, идем дальше. И индекс доллара. Зеркальное отражение индекса, точнее, индекса пары евро-USD. Но по графику мы убедились в этом, что прям зеркальное. Ну, по крайней мере, в индексе доллара очень большой вес у евро. Поэтому и копируют неплохо. То же самое. Испортили перевернутую голову и плечи. И вот сейчас приблизились к уровню шеи. Оттолкнулись опять от нее. Вроде видим мы шею. Посмотрим, как будет рынок с ней работать. Пробьет очень сильно. Ну, значит, все, ошибочкой было все это. Уйдем туда, куда шли. Нет, будем колебаться, грязно исполнять. Вообще удалим к чертям эту линию и больше не будем за ней следить. Не удалась голова и плечи. Или не так хорошо удалось. Золото, флэт. Несколько, ну, так скажем, трейдеров в группе, в скайпе писали про золото. Кто-то предлагал какие-то опционные уровни смотреть. Ну, по мне флэт. Вот, серьезно. Ничего интересного. Даже я бы перешел на выкли. Вот. Вроде вот эту глобальную нисходящую тенденцию пробили. Теперь коррекцию дали. Брать, не брать. какой-нибудь глобальный трейдер, торгующий на выкли, на мансли, с удовольствием бы взял. Правда, стоп-лосс очень далеко будет, там, в районе 1180, а сейчас 1280. Ну, вот так он бы взял. А мне вот не совсем понятно. Ну, окей, непонятно, значит, ну и снова евро. Все. Прошлись по всем, тем самым. По календарю мы говорили уже, у нас в среду, завтра, минутки, четверг, ВВП Британии, это очень интересно для трейдеров на фунте. И завтра, в среду, у нас сразу два прямых эфира, еще и по нефти должно что-то быть интересное. Посмотрим, бренды WTI, которые крутятся, вертятся на месте, продолжат этот рост, тем более там ОПЕК приближается, или все-таки нет. Ну, вот сегодня вышли данные по вторичному рынку жилья, но это не самый важный индикатор, но вот он вышел лучше, как подтверждение тому, что американская экономика развивается, вот, в том ключе, в котором она и развивалась, то есть растет. А теперь, буквально у нас осталось там 10-15 минут, теперь у нас инфографика, которую я собирал всю неделю, сейчас посмотрим, с чего я начну, что это, вот это сейчас я включу, давайте я все открою, а потом будем разбираться, что где. Так, я открою все картинки, которые у меня есть, включая даже какие-то смешные, шуточные корреляции между очень смешными какими-то рядами данных. Так, все остальное я уже показывал, окей, ну вот еще есть вот что. Так, все, наверное, да, все, да, все остальное я показывал. Итак, переключусь, переключусь, вот, это просто сетап, я люблю собирать сетапы с разных ресурсов, кто где опубликует, на каком форме, какой трейдер опубликует, я вот люблю, мне нравится все, это порядок на столе, ну, не факт, что это трейдер, не факт, но вот у него здесь лось, олень вообще-то, ну, для трейдеров это все лось, все, все одинаково, то есть, видимо, лосей ловить не хочет, ну, и не похоже, что у него есть какие-то графики, скорее всего, какой-то очень аккуратный дизайнер, архитектор, обратите внимание на его десктоп, все так аккуратненько, все сложено, вот так, ну, и ладно, у меня лучше. Окей, идем дальше, что у нас есть еще, почему я закрыл, так, я взял, закрыл, ну, и ладно, еще один открою, что это, это у нас цена бензина в мире, просто, если кому интересно, может быть, вы много раз видели, сейчас, переключу, есть комментарии, пошли, да, фунт пропустили вы все, ну, ладно, завтра прямой эфир будет, завтра поговорим, это для Михаила и Владимира, вот видите, опаздываете, а мы уже фунт обсуждали, еще один, еще одна инфографика, ну, просто таблица, это цена бензина во всех странах, вот самый дешевый бензин в Венесуэле, но толку-то, страна медикаменты не может, да, купить нормально, хлеб, там, продукты, а бензин стоит цент, понятно, добывающая страна, все-таки, социализм совсем не то, что хотелось бы видеть, пускай бензин будет стоить в рыночную цену, но не очень дорого, если в стране монополия и компании, пускай даже государственные, договорились между собой и не снижают цены, или, как в России говорят, только в России цена на бензин может расти при падении цен на нет, так вот, это, конечно, плохо, но и вот такая копеечная цена на бензин, тоже, как мы видим, на примере Венесуэлы, ничего хорошего, лучше бы, что-нибудь другое было дешево, и самый дорогой бензин в Гонконге, ну, оно и понятно, Сингапур, Гонконг, там, автомобиль иметь, вообще, дело не дешевое, ввиду ограниченности всего, и кислорода, и дорог, и территорий, вот, ну, из постсоветских стран, вот, Эстония, ну, понятно, чем более развитый регион, тем дороже и топливо, и все остальное, рост цен, ну, вот, Украина неоправданно дорого, на мой взгляд, стоит доллар 0,4, Молдова тоже около доллара, хотя страна достаточно бедная, но вот, что делать, вот так они покупают дорого, и наоборот, нефтяное государство, Азербайджан, 68 центов, ну, так же, кстати, как и в России, вот, и мне кажется, и там, и там, где-то присутствует монопольный сговор, я более чем уверен, государство так вот просто дешево не будет раздавать гражданам бензин. Так, идем дальше, что у меня еще открыто, у меня еще есть вот шуточный такой график, это индюк, вес индюка на, если вы видите, сейчас, вы не видите, значит, надо сделать так, чтобы вы видели, но как, вроде у меня открыто, вот, это корреляция между весом индюка на День Благодарения в США, да, каждый третий четверг ноября, вот, вот будет буквально, или было, я пропустил, нет, будет, и S&P, вот вы видите, корреляция между ними, действительно, растут они, есть ли действительно корреляция, или это просто совпадение, вот, и S&P растет, и вот, средняя, средний вес индюка на День Благодарения, если я правильно понял, конечно, этот график, то есть, как только начнут снижаться, начнет снижаться вес индюка, как только американцы будут все меньше и меньше покупать, да, птицу на День Благодарения, значит, все, значит, все плохо, судя по этому графику, но корреляции тоже нужно уметь читать, так, у меня еще один сетап, только вы его не знаете, вылетел из эфира, снова вошел, видите ли вы еще одну картинку, сейчас я ее включу, вот, Сергей тоже любит смешные картинки рисовать на темы BISH, на графике, или, или как бы действительно в прямом смысле рисовать, Сергей, может быть, мы вам закажем смешные картинки на каждый вебинар, будете нам рисовать, вот еще один сетап, тоже минимализм такой, тоже не похоже, что это трейдер, навряд ли у трейдера вот именно так, хотя, конечно же, прекрасно было бы, если трейдеры вот так вот по минимуму, по минимуму имели бы и на рабочем столе, и на столе реальном, потому что, ну, что трейдеру нужно, хотя вот посмотрю на свой стол, у меня 4 компьютера, 3 ноута, один большой, 6 вместе с телевизором, 6 мониторов, пульты лежат на столе, ну, потому что, если там телевизор, ресивер, разная техника, нужно как-то управлять со стола культами, пин-калькулятор, ну, это для банка, что еще, измеритель температуры на столе, и все, наверное, там, флаг США, ну, не флаг США, просто, как, скажем, символ, лого биржи, так как торгуем в Америке, не фанат США, просто так получилось, ну, и все, ну, и цветочек, вот такой красивый, цветочек, так много трейдеру не надо, писать, что-то рисовать, вот блокнотик, идеи туда часто пишу, и часто забываю о них, лучше, как-то электронных записывал, кстати, трейдинг-вью, хорошая вещь для записывания идей, вот, у меня часто бывает, пишу в блокнот, там, утром посмотреть то, сделать это, а потом даже забываю, что я что-то туда записал, а на трейдинг-вью есть алерты, туда можно ставить алерту, как только что-то случится, и вам придет имейл, смс, как угодно можно, правда, это уже в платной версии, и так, вот Сергей нам тут скинул ссылку, мы потом посмотрим, потому что у нас времени мало, он рисует, и здесь есть его работы, посмотрю, я быстро открою, я любопытный, хочу посмотреть, что у Сергея, вот, значит, он, так, пока секундочку, я не вижу, а вот Винни-Пух, например, рынок, акции растут, ну, да, вот, я, я, собственно, посмотрел, вот такие картинки любит рисовать Сергей, из Череповца, окей, идем дальше, включаем следующую картинку, она у меня посвящена, где она, где она, был Thanksgiving, так, это я открывал, это тоже, вот это что за картинка, не пойму, сейчас узнаем, а, это валюты, это валюты, индекс Латте, это Старбак, вы знаете, есть такой индекс Макдональдса, индекс Биг Мака, то есть, они считают, что, если взять цены на Биг Маки в разных странах, если взять Биг Маки в разных странах, то по соотношению стоимости этого Биг Мака к местной валюте, можно понять, какие валюты переоценены, какие недооценены, вот, то же самое сделал у нас Старбак, так как считают, что они есть везде почти, Старбакс есть везде, якобы, ну, не якобы, действительно, во многих странах есть, а в национальных валютах, и вот, если посмотреть, сколько он стоит в разных валютах, можно понять, какая валюта стоит, как эквивалент, как эталон взять, да, чашку кофе, и можно узнать, какие валюты переоценены, если Старбакс чашка кофе, кофе стоит там в одной стране в два раза даже, чем в другой, значит, ее валюта переоценена, но, посмотрите здесь на валюты, например, Европа та же, в Брюсселе, в евро, чашка 4, стоимость лата 4 доллара, в переводе на доллары, в евро, а в тех же Афинах, тоже еврозона 3,09, то есть, все-таки, здесь важен уровень развития страны, зарплаты, и нельзя сказать, что переоценено, потому что, видите, та же евро, та же валюта, но в Афинах, чашка стоит на 25% дешевле, чем в Брюсселе, или наоборот, в Брюсселе стоит на 30% дороже, чем в Афинах, вот, вот этот индекс Бигмака, я всегда над ним смеялся, ну, вот такой он тоже шуточный, как и индюк на один благодарение. Михаил пишет, что Эстонию показывают в новостях, я не знаю, откуда Михаил, наверное, с Украины, да, если я не ошибаюсь, вы с Украины, и пишут, что одна из электронных стран, действительно, так и есть, я много раз говорил про Эстонию, не то, чтобы хвалил, хотя, да, хвалил, я не эстонец ни разу, я в эту страну приехал в 2004 году, учиться на магистратуре, получать MBA, остался, работа, бизнес, ну, и пошло-поехало, потом Испания, но все-таки страной резиденции для меня является Эстония, ну, и Испания, так, 50 на 50, где я чувствую себя комфортно, и там, и там. Так вот, могу сказать, что по уровню развития электронных систем, она в Испании точно опережает на голову выше, можно вот так вот ставить свою ID-карту в электронный считыватель, сделать все, что вы хотите от электронной подписи, заканчивая налогами, кроме ЗАГСа, только для ЗАГСа нужно присутствие двух людей реально в здании перед государственным регистратором. Для всего остального есть ID-карта с чипом, на которой лежит ваша электронная подпись. И вот недавно, кстати, был такой кризис государственный, сменили или должны поменять 750 тысяч ID-карт, потому что нашли уязвимость в электронной подписи, в криптовании, и решили не рисковать. Да, выборы тоже через комп давным-давно. Кто хочет электронно подписывается и голосует, и может посмотреть свой голос, за кого он отдал, ну, то есть, да, обновить сертификаты, не то, чтобы прям менять, но вот обновить сертификаты. Речь идет о том, что государство, как бы его ни ругали, очень четко отреагировало, не стало подставлять данные своих граждан. Хотя я всегда обмениваю сертификаты. Я на самом деле поначалу думал, что реально нужно пойти поменять карту. Я всегда обновляю сертификаты, у меня программа постоянно спрашивает, обновить, я нажимаю, да, всегда, когда вам она не спросила. И вот раз в две недели он просит обновить. Так вот, государство не стало подставлять своих граждан, и просто заявила, что важность, сохранность данных важнее всего. Мы не хотим подставлять, например, у кого-то диабет, и это видно в его карте, он покупает рецепт электронным образом, он записывается к врачу, и он, конечно же, не хотел бы, чтобы об этом знали другие. И если кто-то взломает эти ID-карты, сломает ключ шифрования, крипто, то, что сейчас модное слово, то может получить эти данные и спекулировать, продавать эти данные, шантажировать этих людей. И поэтому государство очень оперативно приостановило действие этих сертификатов, чтобы эти данные никому не ушли, хотя фактов не было. Была просто маленькая угроза, маленький риск, поставщик карт не сообщил, что есть такая уязвимость в шифровании. Хотя, говорят, если появятся квантовые компьютеры, эту ID-карту будет взломать, как и любую другую ID-карту с таким шифрованием будет взломать не очень-то и сложно. Но пока не появились такие карты. Окей. Идем дальше. Еще одна картинка. Да, Starbucks, конечно, не впечатлил своими этими индексами, так же, как и Big Mac всю жизнь об этом нам говорит. И вот, наконец, более серьезный индекс. Это, точнее, инфографика более серьезная. Сейчас она откроется. Я взял все, испортил почему-то, но нет. Да, я снова вылетел и вернулся. Поставьте плюсы, если слышите. Я боюсь, что я не то нажал. Отлично. Это у нас конец ноября. За последние 10 лет S&P, как вы видите, в конце ноября начинал падать. Хотя я в прошлый раз показывал график, где видно, что покупка в ноябре до апреля заканчивается хорошо в большинстве случаев. Но именно конец ноября, вторая половина, она вот дает коррекцию за последние 10 лет. Это был нормальный сценарий. Падали на 1,5-2%. Вот мы сейчас вот здесь, желтая линия, даже, может быть, новый максимум показали, вот здесь. Но идет раскорреляция с тем, что случалось обычно в последние 10 лет и с тем, что случилось вот сейчас происходит. Так что вот вам такой, ну не сигнал, а насторожиться нужно. Или понять, что рынки сейчас очень оптимистично растут и очень бычьи настроения сильные. Или же приготовиться к этому развороту, поставив на то, что мы не отклонимся от ситуации последних 10 лет. И еще один график, сейчас я вам включу, где видно, что, оказывается, в последнее время больше всех выигрывал от, например, победы Трампа, ну или просто выборов, да, в прошлом году, от того, что был бюджет на 2018 год, так сказать, в августе, да, утвержден, больше всего выигрывали small cap с низкой капитализацией компании. Вот S&P тоже, конечно, рос медленно, но в эти моменты, когда что-то глобальное случалось, важное, ну, например, сейчас вот по налогам есть разногласия, там, Трамп одно предлагает, пройдет, не пройдет. Если все утвердят, все будет хорошо, есть идея, есть подозрение, что мелкие компании выиграют от этого больше, чем S&P. Что приходит сразу в голову, кто что скажет? Ну, понятно, что здесь можно покупать мелкие компании, но есть одна интересная идея. Практически безрисковая основность на этой картинке. Парный трейдинг, заходить long по small cap, по мелким компаниям и short по S&P, то есть к рынку вы нейтрально, да, спред, к рынку вы нейтральны, если не произойдет этого и не примут там налоговые поправки, все рухнет, вам все равно одно растет, другое падает, и, скорее всего, small cap с мелкой капитализацией рухнут сильнее. И наоборот, если все-таки все будет хорошо, small cap уйдет вверх, тогда S&P у вас отнимет, но small cap вам даст больше, чем отнимет S&P. Вот такая вот идея, возможно, на этом практически безрисковая. Там, конечно, вы ловите маленький спред, небольшие проценты, зато, по крайней мере, не рискуете всем рынком. И ставите на то, что эта идея продолжит работать. То есть мелкие компании окажутся сильнее на росте, если все будет хорошо, как вот здесь выборы и бюджет с налогами тоже. Вот видите, здесь пишут, что на tax reform ожидание такое же. Или же, наоборот, все будет плохо, и small cap потеряют больше, чем все остальные. Так что вот так. Хорошо. Мне инфографика очень нравится. Полезно присматриваться к этим вот вещам, понимать, что на рынке происходит, что происходило. Не факт, что это будет повторяться с точностью, но, по крайней мере, мы осведомлены, осведомлен, значит вооружен. Иначе у нас вообще не будет никаких инструментов для понимания. И чем больше у нас таких инструментов, тем лучше. Тут немножко узнали, там немножко поняли, здесь знаем, какая корреляция обычно, ставим на то, что она повторится. Там защитились, потому что боимся, что сейчас будет то. Вот рынок это именно такое поведение, а не голословное утверждение. И особенно трейдеры любят говорить, что они уверены в чем-то, что точно пойдет. И точно вообще ничего нет. Все, в чем мы говорили, это с оговоркой, но это не точно. Вот с такой оговоркой я готов подписываться под любые идеи. Все, что вам показывал, утверждал, я готов утверждать, но с оговоркой. Но это не точно. Окей, на этой ноте мы закончим наш вебинар. Жду вас завтра в прямом эфире. Кому интересно нефть, это самый живой, самый такой логически понятный рынок. 17.30 по Москве, 18.30. То есть в странах, где переводили время 17.30, в России, где не переводят 18.30. И вечером 21.00 по Риге, Таллину, Киеву и 22.00 по Москве, Питеру. Не ставки, а протокол заседания, последнего заседания, минутки так называемой. Ну и потом мы по фунту сделаем уже днем. У кого есть возможность заходить в 11.30, то есть в 12.30 по Москве, заходите. Перерывчик такой обеденный, если кто работает, мы поговорим о фунте и тоже сделаем. Вот для тех, кто сегодня интересовался, Владимир, Михаил, ждем вас в четверг. Все, всем спасибо, всем успешных трейдов, всем профитов. Жду вас в трейдинг-вью, лайкайте, ну или не лайкайте, просто следите. Я буду следить, если у кого-то есть идеи. Ну вот у кого ноль идей, я пока не подписался, ну потому что смысл. А у кого есть хотя бы одна идея, я обязательно подпишусь и буду тоже следить и комментировать, и лайки ставить. Ну и получится у нас какая-то дискуссия еще на одной площадке, где мы можем это сделать. Ну и кому интересно добавляться в скайп, для каких-то там более горячих и неотложных оперативных тем, вот мой скайп, пишите, добавляйте. Сегодня у нас не очень много людей было, вот такой более спокойный был вебинарчик. Все, наверное, всем удачи до завтрашнего дня, до завтрашнего эфира. Всем удачи. Продолжение следует...